28 июня состоялось награждение лауреатов премии правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти города, в число которых вошли студенты Герценовского университета. Герценовцы ежегодно принимают участие в конкурсе дипломных проектов студенты городу, учредителем которого является правительство Санкт-Петербурга и неизменно становятся его призерами. В этом году награждение по традиции состоялось в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. К лауреатам премии правительства города от лица временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова обратился председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. Я очень рад, что наш конкурс ежегодно приобретает еще больший охват. В этом году у нас было подано рекордное количество заявок. Я думаю, что будущее будет прекрасно, и это будущее, это вы. К поздравлениям присоединился ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Вы на самом деле очень сильные, мы вами гордимся, и мне очень приятно, что в течение года вы показали настойчивость, уходство, целеустремленность, работоспособность. Знаю, что многие из вас уже приглашены в комитеты Смольного для дальнейшей работы. Но не останавливайтесь, двигайтесь, потому что мы вас верим и очень гордимся. В этом году пять студентов Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцена стали лауреатами премии правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Студентка 4 курса Института детства Мария Кадюкова. Студентка 4 курса Института педагогики Анна Воронкова. Студентка 2 курса магистратуры Института экономики и управления Арминой Аганян. Студентка 4 курса Института детства Александра Сон. И студентка 4 курса факультета безопасности жизнедеятельности Наталья Сурова. После награждения студенты познакомили посетителей выставки со своими стендами. Подготовку стенда Герценовского университета осуществлял организационно-студенческий отдел учебно-методического управления. Участники рассказали о проектах, высоко отмеченных правительством города. Практическая работа моего диплома заключалась в двух этапах. На первом этапе мы разработали анкету для школьников с целью выявления конфликтности в классе, а также знания о службе примирения и медиации. На втором этапе исследования мы разработали цикл занятий, который состоял из шести этапов 45 минут, где детей обучали в группах равных, где их обучали умение решать конфликты. Медиативные службы основываются на различных подходах. В рамках нашей работы мы рассмотрели восстановительный подход к службе медиации. Результатом нашей работы стало то, что по наблюдениям педагогов в школах в течение месяца снизился уровень конфликтности у детей, а также повысили знания о службе примирения и медиации. Проблема формирования толерантного сознания очень актуальна для современной Санкт-Петербургской школы, потому что практически любой класс сейчас представляет собой разность детей в различных этносах, различных национальностях. Как раз таки учитель и начальник класса сможет формировать понятие разности культуры. Это является первым шагом пути к формированию толерантного сознания с помощью народных сказок на уроках литературного чтения. Лучше всего это формируется при сопоставлении двух сказок на один сюжет разных народов. В обходе стендов университетов принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Он с интересом выслушал презентации конкурсных работ студентов и высоко оценил стенд Герценовского университета, который возглавил проректор по учебной работе Василий Рабыш. Владимир Княгинин оставил памятную запись в книге почетных гостей стенда Герценовского университета. Успехов и терпения. Мотивация – самое главное. Мы сегодня представляем наш университет Герценовский на выставке «Студенты города». У нас 11 работ представлены сегодня на выставке, и мы позиционируем себя как университет открытых возможностей. Самое главное, чтобы наши все идеи, они, так скажем, были воплощены в жизнь. Насколько я понимаю, сегодня наши представления, наши, так скажем, рассказы о проектах понравились комиссии, поэтому мы надеемся на то, что они все будут реализованы. И спасибо городу за возможность работать, так скажем, демонстрировать свои возможности, показывать свои таланты. Мы всегда это считали за честь и будем продолжать эту работу. Спасибо, спасибо большое за такую возможность. В конкурсе от Герценовского университета приняли участие шесть работ. Пять из них стали лауреатами конкурса, и мы поздравляем наших выпускников с этими достижениями. Спасибо. 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 Спасибо.